Друзья, если вы нервные, то я не рекомендую вам смотреть это видео. Лучше вы вообще не смотрите. Просто потому, что овца, которая развалила украинскую экономику, вновь выползла на объективы телекамер. Но в профессиональном отношении это был большой прорыв для меня лично. Узнали эту старую овцу, да? Это Валерия Гонтарева, которая сейчас скрывается в Лондоне и дала интервью Голосу Америки. И я не знаю, о каком прорыве она говорит, потому что стоит посмотреть маленький кусочек, который я сейчас вырежу с моего старого видео, чтобы окончательно возненавидеть это существо. Валерия Гонтарева почти за три года на посту главы Национального банка Украины сумела обвалить гривну два с половиной раза. С 11 гривен за доллар до 28. Развалить 89 банков, укрепив значительно как свой банк, так и банк хозяина. Позволить Коломойскому два года выводить 150 миллиардов гривен из приватбанка и заработать хозяину немного на обвале гривны. 48 миллионов гривен президент Украины заработал на подденье курса гривни. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Нет. Это 10% нашей территории. Это был ужас в тот час. Я могу вам сказать, что даже один год я не могла нижнего векенда, я не могла нижнего... Я спала не больше не 5 часов на вечер, и это был ужасный час. Овца, какая же ты бедняжка, а? Пахала и днем, и ночью. Не минуты покоя, да? ...в антикоррупционной органой, в НАБУ, САП и на ЗК. Здесь информация о поездке Гонтаревой на Мальдивы за 1 миллион гривен на неделю на трехчленовые семьи. Воровать неплохо. А вот этот парень с лицом словно говорящим «Мобилу гони!» Ее славный сынок. Как вы помните, прославился купанием в бассейне, наполненным дорогим вином. Также нельзя не порадоваться за красавицу-невестку Гонтаревой. Ничего так цыпа, да? Которая очень любит путешествовать с размахом по Европе, Америке и экзотическим местам Африки и азиатских стран. Примерно по 3-5 раз в год. В нормальном режиме банк стал показывать реальный прибуток. Все дуже гарно. Вы бачите тільки цей безпредел. Гавца, мы все прекрасно помним, как ты со своей подельницей и помощницей Рожковой выводила в офшоры по 50 миллиардов долларов. Ну, а так, полтинник сегодня зашел. А сегодня зашел, да? Да, да, да. Вау, слушай, как классно. Супер. Так что мы? Да, вообще. Молодцы. Реально молодцы. Ах, ты ж мелкая дрянь. Ви згадали, что банк зараз працює успешно и, навіть, если я не помиляюсь, приносить прибутки. Чи це не аргумент на користь слів пана Коломойского, одного из колишних властников, который говорит, что с банком все было хорошо, его не нужно было приватизировать? Ну, я не знаю, как вам пояснивать. Вы знаете, что такое дыра? Тому он работает, потому что дыру было закрыто, а дыра была 5,5 миллиардов долларов. Да, конечно, слушайте, дырка сама по себе возникла, а ты, овца, не видела, что выводится 5 миллиардов долларов, да, через национальные банки? Ага. Слушайте, вот я считаю, что Зеленским первым делом, если он будет нормальным президентом, должен посадить вот эту тварь. Тварь, которая напрочь развалила банковскую систему в Украине. Пока. Когда была моя пресс-конференция, я сказала, моя миссия выполнена. Миссия выполнена. Повесим, сука.